Здравствуйте! В эфире тема дня гость программы Светлана Лаврюкова, главный врач Одесской инфекционной больницы. Здравствуйте, Стана Яковлевна! Последнее время одесских родителей накрыла волна беспокойства. В социальных сетях активно обсуждают, есть эпидемия кори в Одессе или нет, что с эпидситуацией. Мы бы хотели из первых уст от профессионала услышать, какова эпидситуация по кори в нашем регионе, в нашем городе. И, собственно, как защититься, как профилактировать это тяжелое заболевание. Где-то примерно с середины апреля, ну, единичные случаи были и в начале года, но это единичные случаи кори. Они бывают всегда в течение года. С середины, например, на апреля мы отмечаем рост заболеваемости кори, причем рост заболеваемости значительный. Вот, например, если с последние несколько дней в больницу в инфекционную ежедневно поступает от 3 до 7 пациентов с диагнозом кори. То есть это значительный рост, я не говорю о том, что это вспышка, пока мы не можем это сказать, но это значительный рост заболеваемости кори. И последний такой значительный вспышка кори регистрировалась в 2006 году. То есть мы имеем рост заболеваемости кори. Среди заболевших преобладают дети, дети разных возрастов, дети до года, дети старше года, подростки и взрослые. Достаточно большое количество взрослых. То есть это заболевание, которое может поражать и взрослых, и детей. Вот такова на сегодня эпидситуация. Ну, вы знаете, что с конца 2016 года и в 2017 году отмечена вспышка заболеваемости кори в Румынии. Кроме того, кори регистрируется, рост заболеваемости кори регистрируется еще в 14 странах Европы. Поэтому кори имеет, как и любое другое инфекционное заболевание, имеет цикличность возникновения. То есть каждые несколько лет отмечается рост заболеваемости какой-либо инфекции. Вот у нас 10 лет прошло, сейчас отмечается рост заболеваемости корью. Но одна из причин роста заболеваемости корью – это отсутствие коллективного иммунитета. Для того, чтобы кори относится, вы знаете, к управляемым инфекциям, то есть к инфекциям, при которых есть специфическая профилактика заболевания. То есть на сегодняшний день мы снова возвращаемся к проблеме вакцинации. Да, к проблеме вакцинации. Единственным способом специфической профилактики кори – это вакцинация. И если уровень вакцинации, процент вакцинированных в обществе достигает 95%, никакой вспышки эпидемии быть не может. У нас уровень, где-то на уровне, наверное, привитости – это 25-30%, не более. При всем при том, что вакцина КПК достаточно хорошая, бельгийская вакцина, она… Стануя Раблина, есть ли вакцины? Есть, да. На сегодняшний день можно проводить вакцинацию смело? Вакцинацию. Во всех детских поликлиниках есть вакцина КПК, которая применяется для профилактики кори, краснухи и паратита. Но обычно вот при таких информационных волнах, а сегодня мы уже, в общем-то, можем говорить о повышении заболеваемости совершенно официально, родители стараются побыстрее деток отправить в поликлиники и вакцинировать. Здесь есть какие-то нюансы, если ребенок не был вакцинирован КПК, либо же он был вакцинирован по календарю, но недостаточное количество раз, или нужно повторить вакцину. На сегодняшний день может быть такой наплыв, ажиотаж в поликлиниках в связи с этим? Ну, я не вижу, пока ажиотажа вроде бы нет в поликлиниках, но это может быть, конечно, но вакцины достаточно. По нашей информации, на сегодняшний день вакцины достаточно. Просто к проведению вакцинации нужно подходить очень взвешенно. Ребенок должен быть абсолютно здоров в этот период времени. Если ребенок контактировал непосредственно с больным корью, не так, как у нас принципиально все могут быть теоретически контактные с корью, поскольку достаточно много заболевших. Но если ребенок непосредственно в семье, в детском коллективе, в другом каком-то коллективе контактировал с больным корью, то экстренная профилактика, то есть вакцинация по экстренным показаниям проводится не позже, чем в течение 72 часов с момента контакта. Это экстренная профилактика. А просто вакцинация может проводиться, если ребенок здоров, пожалуйста, это вы можете обратиться в поликлинику. Но экстренная профилактика тоже проводится обязательно с посещением педиатра, с оценкой общего состояния здоровья ребенка? Можно сделать прививку, если педиатр не осмотрел ребенка, не зафиксировал, что он здоров и может быть привит. Потому что это вакцинация. Любое введение любого медицинского препарата требует оценки состояния ребенка врачом. Эта самая экстренная вакцинация тоже проводится с помощью КПК, той же самой вакцины. Есть два вида вакцин, в принципе. Она может проводиться коревой вакциной, но коревой вакцины в регионе нет. Насколько я знаю, есть вакцина КПК. Это тоже, возможно, профилактика. То есть она проводится профилактика кори, паратита и краснухи. А в случае, если ребенок контактировал с больным корью, скажем, в детском саду или в школьном коллективе, и врач, педиатр не рекомендует ему делать сейчас вакцину вводить, например, у него насморк, скажем. Нет, нельзя вводить, нет. Тогда уже вариантов нет. Тогда нужно ждать какое-то количество дней. Понимаете, да. Ну вот давайте вот вернемся, то есть не вернемся, а расскажем немножко о самом заболевании. Это острое инфекционное заболевание, но оно называется детское, относится к группе детских инфекций. Ну, как вы уже знаете, болеют и взрослые тоже. Почему болеют взрослые? Потому что в основном они не были в свое время привиты. Потому что человек, переболевший корью, у него сохраняется стойкий пожизненный иммунитет. Повторные случаи заболевания крайне редки во всем мире. То есть перенесенная корь дает стойкий иммунитет. Корь вызывается вирусом кори. Вирус кори очень неустойчив во внешней среде. Поэтому даже он не больше двух часов живет вне организма человека. Поэтому даже обычные мероприятия проветривания, влажная уборка и вируса нет. Но источником инфекции является только больной человек. Заболевание передается воздушно-капельным путем. При кашле, при разговоре, при чихании. С мельчайшими капельками слизи. Ну, примерно так же, как при любой другой капельной инфекции, капельной группы инфекций. Корь очень контагиозное заболевание. И при контакте контагиозное застигает 95-97%. То есть практически, ну нельзя сказать 100%, но 95-97% людей, которые контактировали с больным корью, заболеют корью. Инкубационный период при коре от 8 до 21 дня. Обратите на эти цифры внимание, это важно в общем, достаточно. Пациент, который заболел корью, он становится заразным. В последние два дня инкубационного периода он уже заразен. Затем у больного резко повышается температура, появляется кашель, насморк. То есть катаральные явления. И в этот период до появления сыпи, ну никто, 7-5 в лбу нужно быть, чтобы поставить диагноз корью. Можно предполагать, если человек... Скорее всего подумают, что это грипп. Это вирусная инфекция, но если только вот ребенок или взрослый был в контакте непосредственным с корью, доктор может предположить, что, наверное, у него начинается корь. То есть диагностировать ранее появление сыпи не имеет смысл? А это не сыпи, до появления сыпи, ну за день-два до появления сыпи на щеках появляются, на внутренней поверхности щек появляются такие белесоватные пятнышки, которые называются пятна коплика бельского филатова. Но увидеть их может доктор, как правило, когда при осмотре зева. Мама не сможет увидеть, если она попробует осмотреть. Ну мама сможет увидеть, но она вряд ли сможет оценить это, но это уже значение уже не имеет. Человек уже заболел. Вот этот период катаральный, он продолжается 2-3-4 дня, а затем у пациента появляется сыпь. До появления сыпи, я еще раз говорю, можно только предполагать, что возможно это корь, либо другое какое-то заболевание. До появления сыпи поставить диагност невозможно. Стана Яковлевна, в этот период времени, до появления сыпи, если вы предполагаете, что это корь, вот в том случае, когда ребенок контактировал, скажем, да, с больным, нужна ли какая-то специфическая лечение? Да, специфического лечения кори вообще не существует, поэтому и здесь нет, и вообще при лечении кори нет специфического лечения, его не существует. Затем появляется сыпь. Сыпь, она достаточно характерная, внешний вид пациента тоже характерный. У него гиперемия, конъюнктив, слезотечение, сухой кашель, и появляется сыпь. Сыпь сначала появляется на голове, на волосястой части головы, на лице, за ушами. Первое страдает лицо, голова, затем сыпь начинает спускаться ниже, затем конечности, то есть имеется этапность высыпания сыпи. Сыпь пятнисто-папулезная, то есть пятна и небольшие такие образования, которые мы называем папулы, которые выступают над кожей. Вот это характер сыпи. Сыпь пациент лихорадит весь период высыпания. Пока появляется сыпь, а сыпь появляется самая последняя, это на нижних конечностях, вот до этого времени пациент будет лихорадить. Он может еще лихорадить в том случае, когда высыпания уже завершились, но есть осложнения, поэтому удлиняется период. Но, как правило, когда завершаются высыпания, заканчивается температура. И затем сыпь претерпевает обратное изменение в том же порядке, в котором она появлялась. Она бледнеет, и остаются пигментные пятнышки, которые через некоторое время проходят. Самыми грозными осложнениями кори являются коревая пневмония. И самое одно из самых грозных, практически можно сказать, самое грозное осложнение, это коревой менингоэнцефалит. Вот это самое тяжелое осложнение кори. Пациенты, которые обращаются к нам или не обращаются к нам, практически все находятся в состоянии интоксикации. У них выраженная интоксикация, очень высокая температура. То есть лечение как раз заключается в том, чтобы снять интоксикацию. Да, конечно, снять интоксикацию, снизить температуру, симптоматическое лечение. В принципе, пациенты с легкой формой кори, не нужны с легкой формой кори, и пациенты не из закрытых детских и взрослых коллективов, они могут лечиться дома, при условии, что у них нет осложнений. А пациенты из закрытых детских и взрослых коллективов, конечно, нуждаются в изоляции, потому что это общежития, это кубрики, то есть они не могут находиться дома ребенка. Это как раз те места, где будут распространяться заболевания дальше. Да, да. То есть поскольку источником является человек, то он больной человек, он должен быть госпитализирован, то есть изолирован от другого, от остальных людей. А через какой промежуток времени, вот после появления первых симптомов, уже когда понятно, что это корь, человек становится безопасным для коллектива, то есть он может вернуться в школу, в садик, на работу. Да, значит, период разности длится в среднем. Вот период высыпания в среднем считается, что 4-5 дней, ну мы считаем 5 дней, стараемся больше, 5 дней, и дальше человек уже становится незаразным, хотя он может еще, у него слип сохраняется, но он уже незаразен. То есть 2 дня до появления температуры, за 2 дня примерно, вот когда, за 2 дня до появления температуры, весь период высыпаний, то есть 5 дней с момента появления высыпаний, при условии, что у пациента нет воспаления легких или другого осложнения. Если возникает осложнение, то заразность удлиняется в среднем до 10-14 дней, мы уже стараемся не... Поэтому пациент, если он, вот мы стараемся, если он в стационаре, он лежит у нас в стационаре, изолирован, или если он дома, он не имеет права посещать коллектив. Практически все дети и взрослые, которые к нам обращаются, у них у всех выражена интоксикация и температура, поэтому мы госпитализируем практически всех. А дальше уже смотрим по состоянию пациента, потому что, безусловно, всем трудно оценить, сейчас может быть состояние его средней тяжести, а через 2 часа. Поэтому если мама, ребенок остается дома, или взрослый остается дома, и мама видит, что состояние ухудшается, либо повышается температура, невзирая на проводимое лечение, и состояние не улучшается, значит, надо немедленно обращаться, вызывать скорую и ехать в больницу, потому что это серьезно, это острое инфекционное заболевание, которое требует внимания и лечения. Истана Яковлевна, если заболеваемость дальше будет расти, на сегодняшний день Одесса готова к приему большого количества больных корью? Значит, сейчас у нас развернуто одно отделение, боксированное, наше новое боксированное отделение, которое, вы знаете, в 2015 году было открыто, оно освобождено от других больных, там находятся больные только с корью, и пациенты, несколько пациентов, которые были в тесном контакте с корью, и они нуждаются в наблюдении. Других пациентов в этом отделении нет, поэтому только госпитализация больных с корью. Все остальные пациенты с ветряной успой, другие, они распределены по другим отделениям. В случае необходимости, как всегда бывает, вот если, например, начинается вспышка гриппа или другого, любого заболевания, начинается с одного отделения, а дальше в зависимости от количества пациентов. Если говорить о других медучреждениях, введен ли где-то уже карантин? Был карантин в детской больнице Резника, был карантин, по-моему, в полиминологическом, если мне память не изменяет отделение, у них был карантин наложен. Карантин накладывается в том случае, если очень большое количество контактных, которых по разным причинам, а чаще всего это дети с воспалением легких, с другими заболеваниями, которых нельзя выписать домой, они не здоровы. В это отделение можно принимать только детей, которые перенесли корь. То есть для них эти пациенты не заразны. Или вакцинированы? Нет, те, которые перенесли корь, мы не можем рисковать, потому что привитые тоже болеют, они болеют легче, но привитой, и особенно если он привит не дважды, а один раз, он тоже может заболеть. Но более легкой формой кори он может заболеть. Это бывает не так часто, но бывает. Поэтому туда могут быть госпитализированы только дети, которые перенесли. Либо туда никого не госпитализируют, если в этом нет необходимости, и отделение закрывается, то есть отделение закрыто для приема свежих больных. Кто переносит болезнь легче? Дети или взрослые? Этого нельзя сказать. У нас и дети болеют тяжело, и взрослые болеют тяжело. Это зависит от индивидуальных особенностей организма. Иногда очень маленькие дети болеют не тяжело, а взрослые болеют тоже легко, хотя говорят, что взрослые переносят. Тут нет четких критериев, нельзя сказать. Болеют и те, и другие тяжело. Стана Яковлевна, спасибо вам за беседу. Спасибо. А я напомню, в гостях была Светлана Лаврюкова, главный врач Одесской инфекционной больницы. Светлана Лаврюкова, главный врач Одесской инфекционной больницы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.